Всем привет, котятки! С вами PainterCode, и сегодня у нас, как всегда, офигенный спидпейнт! В чем же офигенность сегодняшнего спидпейнта? А в том, что я выхожу из зоны комфорта в очередной раз. Ну, как бы, не то, чтобы я сильно входила в зону комфорта, я еще не успела, господи! Моему новому стилю меньше месяца, он еще совсем малыш. Но, в чем прикол? Я, в общем, недавно сделала заказ, он будет здесь. Там вообще просто это дабл-шот в мою голову, потому что там женщина-возрасте и младенец, два типажа, которые вообще, в принципе, как бы out of my sight, you know? Как бы, я к ним... Как бы, я не рисовала женщин-возрасте, вообще, ну, женщин-мужчин, как бы, люди-возрасте с колледжа, потому что у нас там были модели возрастные. И самое главное, в диджитале я никогда не рисовала модели-возрасте. Опять же, с моего выпуска из колледжа пришло уже семь-восемь почти лет, да. Так что, вот, это было очень давно, а младенцев я вообще никогда в жизни не рисовала. Это было очень сложно, но так вот, я справилась. Единственное, что я не стала записывать это на видео, потому что я, если честно, очень долго страдала. То есть, я такая подумала, если у меня получится скетч сразу, то так уж и быть, короче, я начну записывать видео хотя бы по краске. А потом я слишком долго сидела над этой работой и решила, что я, наверное, не буду этого делать, так как, ну, знаете ли, не все, что выходит в первый раз, выходит хорошо. Вот, но вышло лучше, чем я думала, и самое главное, заказчице понравилось. Так что, большое спасибо ей за то, что она доверила мне такой важный момент в своей жизни. Ну вот, это была ее мама и ее ребенок. Так что, да, это такой прям для меня большой шаг. Ну вот, я такая подумала, а неплохо было бы порассуждать на тему детского портрета. Потому что, знаете, я что-то в последнее время, мне просто как-то очень часто попадаются вот эти работы эпохи Возрождения с этими младенцами пухленькими, все такое. И я что-то подумала по поводу того, чтобы нарисовать ребенка. И, на удивление, моей папочке в группе ВКонтакте, в которой скоро закончится место. Ну, не в смысле закончится место, в смысле я закрою скоро папочку, я закрою 31 января. Точнее, как бы, ну, скорее, типа, 1 февраля, да. И вот, короче, в этом альбоме у меня, оказывается, есть детская фотография. Я, если честно, я не знаю, я бы просила туда не заливать фотографии своих мужей, детей, там, бабушек, мам, тет, сестер. То есть, если я вижу, что фотография в профиле, ну, лицо человек в профиле не совпадает с фотографией, комплит ли вообще полностью, то я удаляю. Потому что, ну, извините, ребята, это стоит денег. Ваши желания стоят денег. Я не хочу работать за бесплатно все в своей жизни. Вот. Итак, короче, там у меня есть фотография девочки просто ангельской внешности. Она реально похожа на какого-то, блин, ангелочка. Такая прям булочка хорошенькая. Ну и вот, я такая подумала, блин, это же просто офигенная возможность нарисовать ребенка. И, господи, вот это я вообще зачем мне это делаю? То есть, ну, как бы я могу рисовать, народ, примерно, плюс-минус своего возраста. Но я же вижу свое лицо каждый день. Мне это не так сложно в плане того, что я понимаю, что я могу сделать где-то вот эти острые черты, да, там, брови, еще что-то. А в детском портрете все так сложно. Даже, мне даже с младенцем легче было, если честно. Ну, опять же, младенца все шарик, два шарика, как бы там все кругленькие формы. Чем мягче и круглее, тем более младенна. Ну, в общем, понятно, да? А здесь, как бы, она вроде бы подросток, но, как бы, она еще не такой подросток, который такой, как, типа, шарпи такая телочка. Она еще девочка маленькая, чуть-чуть пухленькая. Это было очень сложно. Это прям капец, как сложно. В общем, я надеюсь, что вам понравится то, что вы сейчас увидите. И если я где-то косячу в плане анатонии или чего-то еще, вы вольны указать мне на это в комментариях. Только, пожалуйста, без лишней жестокости мне и так было тяжело. Потому что самый худший критик себе это я сама. Так что, да, поехали рисовать. Я надеюсь, что вам все понравится. Поехали! И снова привет! Как обычно, я начинаю рисовать с Пейнт Улса и сам процесс скетчинга. Я не думаю, что нужно показывать вот и до, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, что мы тут не за этим собрались, а за тем, чтобы посмотреть на мои страдания с разбором теней света на лице подростка. Девочки на фото, я не помню, сколько, точнее, я даже не знаю, сколько ей точно лет, но судя по тому, что она скинула свою фотку через год, то есть сейчас, то есть, боже мой, она загрузила фотку год назад мой альбом, да, я слопок, ну, что поделать. Ну, я стараюсь, на самом деле, в этом году я уже сделала половину, по-моему, ну, если по количеству посчитать работ, да, половину от того, что я сделала в прошлом году, а тут как бы только февраль заканчивается. Ну, так вот, вернемся к девочке. Собственно, я достаточно быстро скетчила лицо, у меня в голове, как обычно, я все вижу намного интереснее, чем оно потом выйдет, но заметьте, что у нее лицо такое, она похожа на купидончика с картиной, я даже не знаю, ну, как будто она, короче, не из этого времени совершенно. В общем, девочке где-то, я так думаю, лет 13, наверное, 12-13, сейчас она превратилась в такую милашную кей-поп-фанатку, ну, судя по виду, но мне повезло, что она скинула фотку вот именно вот эту, потому что, блин, я просто, я влюблена. Она очень красивая, у нее очень интересные черты лица, таких детей я не видела, и такое лицо я еще не рисовала. В общем, я решила дополнить этот образ лентой внизу, ну, это как бы... Мням-ням-ням, сейчас. В общем, это что-то вроде, ну, я не знаю, даже какого-то платья, типа, ну, не викторианской эпохи, ну, что-то такое, вот, стиле гордости и предубеждения, я почему-то об этом подумала, хотя, да, я знаю, что там, по идее, нужен этот головной убор, типа капор или как-то он там называется, ну, в общем, дело не в этом, дело в настроении. И я решила всю работу держать в таких достаточно простых тонах, все золотое, нежное, собственно, то, что меня зацепило в фотографии, это... Ну, да, ну, здесь, конечно, желтый цвет, ну, что поделать. В общем, мне очень понравилась, как бы, сама идея, но в чем же сложность? Почему же я так жаловалась в самом начале? А сложность в том, что это лицо подростка, это еще не женщина, но уже и не ребенок. Получается, как бы, с одной стороны, если делать лицо, как у ребенка, слишком кругленьким и мягким сглаживать все, то получится, опять же, слишком такой, ну, толстенький купидончик с работы возрождения, но у нас же подросток. Допустим, поминая себя в подростковом периоде, у меня была куча всяких загонов по поводу своей внешности, они до сих пор есть, но как бы не такие сильные. Так вот, естественно, мне в моем подростковом возрасте, мне не нравилась моя подростковая припухлость, но если я вдруг выглядела на фото слишком взрослой, мне это тоже не нравилось. Я, как бы, держа в голове весь этот трэш, пыталась прийти к какому-то адекватному общему знаменателю, то есть делать ее не слишком мягкой детской, но и не слишком острой взрослой. И вот это уже сложно, потому что, как только ты начинаешь разбирать тени, начинаешь разбирать структуру лица, делаешь ее чуть, буквально чуть жестче, все, сразу же у тебя персонаж слишком взрослый. На самом деле, это обалденный опыт, обалденный опыт рисовать людей в разном возрасте. Есть у меня мысль попробовать нарисовать кату моего персонажа, мою любимку рыжую, в разном возрасте, то есть малыш, подросток, ну, типа в районе 20, да, вот такой самый, как бы, адекватный период. А потом, я думаю, ну, что-то вроде там, не знаю, может быть, в сорокет и бабушкой, ну, или хотя бы вот первые три периода попробовать. Просто потому что это очень интересная практика, и она позволяет обращать внимание на те моменты, на которые, ну, обычно не очень обращаешь внимание. То есть, например, какие возрастные изменения происходят, как меняются веки, как меняются глаза, как меняются мешки под глазами, как меняются нос, губы, подбородок. Даже уши меняются с возрастом, брови меняются, линия роста волос меняется, если вы не замечали, особенно это заметно у мужчин. Вот, поэтому мне было бы интересно попробовать. И, да, я рисовала эту работу в конце января, а сейчас уже конец февраля, я слоупоксорян. Но что я могу поделать? Я знаю, что музыка сейчас, которая играет на фоне, вы можете сказать, что она нифига не соответствует теме, она же у меня вся такая ангелочек, но... Знаете, это типа мой канал, моя музыка, что ли? На самом деле, это обалденная группа Ко-Ко-Ко. Если не знали про нее, то теперь вы знаете. Если интересно, просто посмотрите их выступление на NPR Music. Это канал на YouTube, звукозаписывающие компании, которые проводят каждую неделю маленький концерт за столом, что называется. То есть в их рабочем офисе каждую неделю выступает какой-нибудь исполнитель, известный или не очень известный. И там были всякие там модели и прочие крутые ребята. По-моему, Харри Стайлз был. Гарри Стайлз, да, он по-русски у нас. Но мне очень нравится, когда они открывают всякие неизвестные мне ранее группы. Я очень люблю такие направления, как у D&W, как у Too Many Zooms, такой типа, не знаю, Zef Стайл такой. Мне дико понравилась недавно Jane. Опять же, благодаря рекомендациям от NPR Music я ее послушала. И вот да, Ко-Ко-Ко поразили просто меня. Вы должны посмотреть, какими инструментами они пользуются, и вы все поймете. То есть это, знаете, такое воплощение детской мечты, когда ты берешь какие-то, ну вообще любые там банки, склянки, какие-то штуки, связываешь это скотчем, начинаешь на этом стучать, только входишь в какой-то кайф, в какой-то раш, и тут такие родители, типа, Харри, балдеть, ночь на дворе, и вообще чего-то за херней страдаешь, давай, короче, бросай это все. И ты так, и все. И на том убивают совсем музыкальные способности. Но вернемся к моему рисунку, пожалуйста, да? В общем, смотрите, что я делаю. Я постаралась как можно проще сделать переход из света в тень, то есть чтобы не было такого большого акцента на переходе из света в тень, но при этом я попыталась уловить ее какие-то именно фишечки лица. То есть вот смотрите, у нее губы определенной формы. Ну, я попыталась. На самом деле, да, вот сейчас уже, уже во прошествии времени, я знаю, что я могла бы сделать лучше, я могла бы сделать по-другому. Но самое главное, на самом деле, поймать вот этот вот треугольник, расположение глаз, носа и рта, как бы, как они располагаются относительно друг друга. Тогда портрет получается, ну, хотя бы уже начинает быть похожим на себя. Вот я, естественно, пользуюсь здесь текстурной кистью, потому что мне очень понравилось. Я до сих пор еще не полностью изучила этот инструмент. Я думаю, что тут еще есть множество приемов, множество каких-то фишек, которые я не знаю, но которые хорошо бы знать. И я стремлюсь к тому, чтобы делать рисунки, как бы, со своей долей декоративности. Понимаете, как бы я могу уйти в полный реализм. Это несложно. На самом деле, копировать это очень прикольно и приятно. Реально, это прям приятно. Это прям залипательный процесс. Но я специально оставляю определенную долю декоративности в плане оформления волос, например. То есть, да, меня сейчас, например, интересует именно кожа. У меня всегда были проблемы с покраской кожи. Еще во время учебы у меня всегда были проблемы с выбором цвета кожи у натуры. Постоянно я все делала слишком острым, слишком резким. И именно поэтому я делала такой большой удар на нее. Волосы... Да, можно разобрать волосок к волоску, но я просто не вижу в этом смысла, если честно. Потому что мне нравится... Я специально оставляю этот декоративный момент. Мне это нравится. Мне нравятся острые углы, которые я не могу сделать в лице, например. И на контрасте острых углов и плоскостей волос такое мягкое, нежное лицо. Кстати, насчет лица. Для тех, кто постоянно мучается в плане того, где сделать блики, надо ли делать блики, где делать светлые места темные, типа, как правильно разбивать по свету и тени, есть очень простая такая фишечка. Посмотрите туториал по макияжу. Хороший туториал по макияжу, типа, Ники Туториалс, Джеффри Стар, кто-нибудь, кто это делает профессионально и красиво. Обратите внимание на то, где они делают контуринг, ну, минимальный какой-то, да, и то, куда они кладут хайлайтер. Там, где хайлайтер, у вас должны быть блики. Не обязательно их делать яркими, все зависит от света, от атмосферы, от того, как вы хотите передать свою модель. Но эти места должны быть априори светлее. Даже если на них не падает свет, это выступающие точки, они должны быть светлее. То есть даже в тенях нужно делать разбор. Если вы видите, у меня в тенях точно так же сделан разбор по плоскостям. Здесь, ну, понятно, здесь не так хорошо видно, как могло бы быть, но все же. И да, там, где мастера макияжа делают контуринг, где они подчеркивают скулы, там подбородок, нос и прочее, обращайте внимание, там должны быть более темные места, чем, ну, все, что вокруг есть. То есть всего лишь, да, действительно, это реально помогает. То есть когда я начинаю паниковать и что-то забывать, я просто вспоминаю, как учат Ники Туториалс, как правильно наносить макияж, и это реально спасает. Потому что, блин, ну, человек не первый год это делает, она прекрасно знает, как выделить какие-то моменты на лице, и именно из-за этого это полезно, да, полезно смотреть туториалы по макияжу. Так что, да, это все не просто праздная развлекуха, я их не просто так смотрю. И да, я, в общем, решил подержать вот эту всю золотую гамму золотой ленты на шее, хотя, да, в оригинале ее там не было, но я просто люблю чокеры. Я их не ношу, но я люблю их на людях. Я, может, и носила, а, может быть, и не носила, я еще не уверена. Ну, так вот, шею я тоже постаралась решить как можно более просто, минималистично, сильно не вдаваясь в разбор, потому что это все-таки еще, ну, детско-подростковая шея, тут еще не может быть резких каких-то моментов. И да, теперь я иду в фотошоп в самом конце. У меня есть набор, по-моему, называется Гербарий или что-то такое. Там PSD-шные просто цветы, как типа гравюры раскрашенные. Я беру пион, отрезаю от него ножку. У меня была идея изначально оставить это вот так, просто с пионом с одним, но я поняла, что из-за него все теряется, но я не хотела убирать никуда пион, потому что, ну, блин, он крутой. И вот, я решила включить на контраст немножечко синего фона. Я его сделала потом более скорее бирюзовым, но дело не в этом. В общем, я решила сыграть на контрасте и включить синий цвет. И мне кажется, это идеальное решение. Кстати, насчет фона. Если у вас есть какие-то идеи, как начать работать над фоном, раскрепоститься, блин, и начать наконец-таки что-то делать с фоном, напишите мне, потому что, да, у меня реально какие-то проблемы с фоном. Я вижу все слишком декоративно и просто, и я не вижу никогда глубины в портрете, поэтому посоветуйте мне что-нибудь или кого-нибудь. Ну, в общем-то, на этом все. Теперь смотрим готовый результат. Ну что, котята, как он вам? Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, не забывайте ставить большие пальчики вверх, подписываться на мой канал. Желательно нажать колокольчик, ну, вы сами понимаете, вы увольны в своем выборе. И, да, я надеюсь, что это видео было полезно тем, кто собирается рисовать детей, подростков. И... Вот какого? Вот почему это всегда происходит? До этого два часа была тишина. И, да, на этом у меня все. Я желаю вам успехов творческих, личностных. И, да, рисуйте чаще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok of W KarenTorzok Продолжение следует...